Друзья, доброго вам всех здоровья! Этот пост должен был быть крик о том, что у нас осталась корма с натяжкой до понедельника. Действительно, ребята, с натяжкой до понедельника. Корма нет. Помощь сейчас. Может быть, жара так на людей влияет, я не знаю. А может быть, люди просто устали. Я это могу понять. Вот только, ребята, нам пустовать некогда. И от жары нам таять тоже некогда. И даже когда голова разламывается от давления, ну некогда нам, ребят. Нельзя. Наглотаешься таблеток, честное слово. И все равно дальше идешь. Потому что малышей на капельнице нельзя бросить. Мальчишку с дороги переломанного бросить нельзя. Малышей, найденных в лесу под деревом, ребят, бросить нельзя. А кроме вас у нас никого нет. И все наши проблемы я все равно выплескиваю на вас. И обращаюсь за помощью к вам. Ребят, у нас нет корма. У нас более четырех тысяч, четырехсот тысяч долг за операции. А нам необходимо прокопать ров вокруг приюта. А еще, ребята, сейчас дикое пекло. И мы всеми силами пытаемся закрыть животных чем только можно. Любыми средствами. Любыми тряпками, любыми досками. Хоть ветками, ребят. Лишь бы была тень. Своими силами, чем только возможно, пытаемся накрыть собак от солнечного удара. Пытаемся сделать им тень. Видите, что творится? Собакам нужна тень. Ребята, нам очень-очень нужны доски. Ребята, если можете помочь, нам очень нужны доски для перекрытия. Нужно железо для крыш. Но хотя бы доски, ребята, пожалуйста, доски. Ребята, я обращаюсь к вам. Вся наша жизнь перед вами. Мы не рисуемся, мы не придумываем. Мы каждый день показываем нашу рутину и все, что происходит у нас. Мы не пытаемся казаться лучше, чем мы есть. Кроме того, двери нашего приюта всегда открыты. Любой из вас может приехать и погулять у нас, посмотреть. Мне недавно прислали сообщение, что за моей спиной говорят, у нее только впереди все красиво. А дальше там собаки полуголодные сидят. Я не понимаю, кому нужна такая грязная ложь? Ведь это очень легко опровергнуть. И завтра, друзья, я специально сделаю ролик. И снимать я его буду с торца, с конца приюта. Как вы понимаете, за один день накормить истощенных, умирающих от жары и от голода собак невозможно. Я просто покажу вам завтра, что происходит у нас в конце приюта, в начале, в середине. Чтобы хоть немного заткнуть тех, кто уже не знает, какие гадости писать от зависти и злобы. Лохматая душа словно кость поперек горла тем, кто рассчитывал порисоваться за счет лохматой души. Но не получилось. У лохматой души настоящие друзья. И они проходят проверку на прочность, на верность, на дружбу. Именно участвуя в жизни лохматой души. Те, кто приходит, чтобы их просто похлопали, поахали, какие они хорошие. Те очень быстро сливаются. Но это выбор жизни. Мы к этому никого не подводим. Эти люди приходят и уходят сами. И очень хочется, чтобы эти люди уходили хоть немного с благородства в душе. И не писали, когда им закрывают вход в лохматую душу, потом о ней гадости. Хочется верить, что в людях все-таки где-то в глубине должно тлеть благородство. Ребята, лохматая душа не идеальна. Лохматая душа такая, какая она есть. С болью, с радостью, с проблемами, с ссорами. Ребята, это жизнь. Мы все люди, и идеальных нет. Мы такие, какие мы есть. Но мы рады, друзья. А то, что мы заботимся о животных, ребята, мы доказываем это уже 17 лет. Вся наша жизнь, друзья, перед вами. Вам судить, ребята. И как бы я не была подготовлена, когда очередной плевок в спину летит, Ребята, это больно. Я прошу вас, прежде чем читать или верить, приезжайте к нам в гости, пожалуйста, чтобы увидеть все своими глазами. Я прошу вас, ребята, я приглашаю вас. И хочу, чтобы вы помнили, вы наша жизнь. Вы друзья. А не те, кто шипит нам в спину. Если шипят в спину, значит, мы по-прежнему впереди. Вы с нами, ребята? Обнимаю вас. Всей лохматой душой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...